В Белоруссии продолжают работу над созданием единого образовательного ресурса для учащихся школ и колледжей. Его разработка началась летом 2020 года. Примером для нее стала виртуальная школа, которую создали в Гродинском институте развития образования весной 2020, когда многие дети перестали посещать школу из-за пандемии. Гродинская область подготовила 600 учебных модулей по 11 школьным предметам. Для работы привлекли 500 учителей нашего региона, которые вошли в состав 100 творческих групп. Они создавали видеоуроки в интерактивной форме и тесты для самоконтроля. К моменту запуска тестовой версии портала на сайте появились учебные модули для всех классов, кроме 11. С ним решили повременить, а все потому, что с нового учебного года школьники выпускных классов будут обучаться по новой программе. Поэтому модули для них было решено подготовить позже. В проекте участвует вся республика. На Гродинской области поручили подготовить программу по биологии. На сегодняшний день она готова и уже отправлена на экспертизу в Национальный институт образования. К новому учебному году мы придем с тем, что с 1 до 11 класса будут загружены учебные модули не только для учреждений с русским языком обучения, но и для учреждений с белорусским языком обучения. На сегодняшний день идет очень активная разработка учебных модулей для учреждений общего среднего образования с белорусским языком обучения. Это предметы с 5 до 11 класса, поскольку начальная школа сразу же разрабатывалась для учреждений образования и с русским, и с белорусским языком учебные модули. За последние полгода на портале разместили дополнительные блоги учителей-практиков для учащихся. Они нужны для углубленного изучения учебного материала. Там размещены интерактивные игры, упражнения и теоретический материал. Белорусская версия первой учебной четверти будет размещена на сайте с 1 сентября. В этом году ученики отметили для себя явные преимущества нового ресурса. Особенно портал понравился выпускникам при подготовке к выпускным экзаменам и ЦТ. С помощью образовательного ресурса ребята могли еще раз повторить давно пройденный материал.